Приветствую вас дорогие друзья, меня зовут Владимир Борелье, я свадебный фотограф и сегодняшнее видео посвящено замечательному RAW конвертеру от компании Phase One, Capture One, а точнее переходу с конвертера Lightroom на Capture One. Почему я делаю такое уточнение? Дело в том, что на протяжении почти 10 лет я пользовался Lightroom и не понимал, не знал, что могут быть какие-то альтернативы этой программе. Подавляющее большинство фотографов пользовалось Lightroom и мне казалось, что это единственно возможный профессиональный инструмент для работы с фотографиями. От многих своих коллег, которые не смогли перейти на Capture One, но хотели, я всегда слышал примерно одну и ту же фразу. Мы открыли программу, увидели, что там сложный замудрённый интерфейс, ничего не понятно, очень много инструментов, всё какое-то мелкое, неудобное, не такое красивое, как в Lightroom. Мы ничего не поняли, закрыли программу и больше её не открывали. Перейти не смогли, сидим до сих пор на Lightroom. Я точно так же открыл Capture One, тоже поначалу ничего не понял, но как только начал смотреть немногочисленные, к сожалению, обучающие ролики по этой программе в интернете, сразу же узнал замечательную особенность этой программы. Здесь интерфейс можно абсолютно очень удобно полностью перестроить под себя, так как это удобно. И сейчас вы видите на экране именно тот вариант, который я настроил под себя. Вы видите, что вот у меня справа расположены инструменты, лента с фотографиями у меня расположена внизу, и часть инструментов, а именно пресеты, коррекции у меня расположены слева. Суть в том, что я сразу же настроил интерфейс Capture One абсолютно так же, как он выглядит в Lightroom, потому что за годы работы в Lightroom у меня уже выработались определенные привычки, что фотографии у меня внизу, инструменты у меня справа, пресеты у меня слева, и мне комфортно работать так. Если бы я начал работать с интерфейсом Capture One в том виде, в каком он идет по умолчанию, сейчас мы его рассмотрим, я бы тоже страшно мучился, у меня все время глаза смотрели бы не туда, просто потому что привычки наработались другие. Давайте сейчас откроем интерфейс по умолчанию, вкладка «Окно», «Рабочее пространство», «По умолчанию». Вот так выглядит программа, когда вы ее только установили и только открыли. Фотографии располагаются справа, инструменты располагаются слева, здесь огромное нагромождение вкладок с разными инструментами, очень это все неинтуитивно и после Lightroom просто ужас. Сейчас я быстро покажу вам и расскажу, как переделать интерфейс по аналогии, по логике с Lightroom, чтобы было удобно. Чтобы перенести вкладку с фотографиями в нижнюю часть и сделать такую же ленту, как в Lightroom, заходим вверху во вкладку «Вид», находим здесь «Поместить браузер внизу», для этого даже есть клавиатурное сокращение, нажимаем и вот наши фотографии переместились в нижнюю часть экрана. Очень удобно, так же как это было у меня в Lightroom. Теперь нам надо инструменты из левой части перенести вправо, логика та же самая, вкладка вверху «Вид», поместить инструменты справа и вот они перенеслись в правую часть. Сейчас сразу покажу вам, как убрать здесь лишние вкладки, чтобы не было такого нагромождения. Делается это очень легко, щелкаем правой кнопкой, нажимаем «Удалить панель», панель исчезает. Соответственно, половину панелей, как минимум, отсюда можно убрать, потому что они, в общем-то, не нужны, они только отвлекают ваше внимание и засоряют рабочее пространство. Следующий элемент, который нам надо добавить к нашему интерфейсу, это вкладка «Библиотека», где мы будем смотреть наши папки на системном диске. Здесь я сделал так же, как Сергей Рожнов, замечательный фотограф, спасибо ему, он снимает тоже прекрасное, интересное обучающее видео про Капча Ван. Заходим во вкладку «Окно», «Создать плавающий инструмент» и создаем плавающий инструмент «Библиотека». Этот инструмент вы можете таскать как угодно по экрану, я разместил его вот здесь, мне так удобнее. И следующая фишка, я ее подсмотрел у фотографа Марии Александровой, ее канал, так же, как и канал Сергея Рожнова, вы с легкостью сможете найти на YouTube. Отодвигаем часть интерфейса в сторону, создаем еще плавающие инструменты, которые нам нужны. В левую часть я помещаю буфер обмена коррекцией, это вот эти вот пресеты, то, что мы называем пресетами в Lightroom, здесь это называется коррекциями или стилями. Сюда же я добавляю еще несколько инструментов, но я покажу вам их, когда вернусь в свое рабочее пространство. Логика та же самая, вы нажимаете «Окно», «Создать плавающий инструмент», создаете, что вам нужно, появляется плавающий инструмент, и вы его приклеиваете вот сюда, добавляете. Вот, собственно, и все. Видите, наш интерфейс уже похож на интерфейс Lightroom. Сейчас я вернусь в свое рабочее пространство и покажу, какие инструменты я оставил. Рабочее пространство, я его назвал просто «Я». Переходим туда. Вот как все выглядит у меня. Здесь я оставил пять вкладок, можно даже вкладку «Пакет на обработке» в принципе убрать. В основной вкладке у меня главные инструменты обработки, которыми я всегда пользуюсь. Экспозиция, баланс белого, четкость, все остальное. Чтобы добавить инструмент сюда, достаточно щелкнуть правой кнопкой «Добавить инструмент», и необходимый инструмент добавляется. Чтобы убрать из вкладки лишний инструмент, нажимаем вот здесь на многоточие справа, нажимаем «Удалить инструмент», и лишний инструмент убирается. Я оставил вкладку «Локальные коррекции», потому что не все инструменты в Capture One работают локально, а в этой вкладке расположены именно те инструменты, которые работают. Я оставил вкладку «По работе с оптикой» и, естественно, вкладку «Экспорта». Все, все остальное я убрал. Почти половину, если не больше. В левую часть я расположил пять инструментов «Стилий предустановки», «Буфер обмена коррекцией». Причем мне важно, чтобы этот инструмент раскрывался на весь экран. Так, значительно удобнее. Здесь очень много галочек иногда бывает нужно ставить. Сюда же я добавил кривую, и сюда я добавил два интересных сложных громоздких инструмента по работе с цветом. Цветовой редактор и цветовой баланс. Вы можете переработать интерфейс как вам удобно, точно так же удалить лишний инструмент или создать плавающий, ну просто наугад, точно так же его сюда подклеить, вот он добавляется. И последнее, что вам останется сделать, зайти в эту же вкладку «Окно», «Рабочее пространство», «Сохранить рабочее пространство», «Ввести название» и «Сохранить свой рабочий вариант». Логику вы поняли, как добавляются, переносятся инструменты я показал. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. С вами был фотограф Владимир Борелье. Спасибо за просмотр и всего доброго.